Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео от Академии Счастья. Поговорим сегодня о целях, о том, почему человек вообще имеет цели, почему он их бросает. Часто бывает такое, что человек ставит себе цель, и она зачастую даже не является его целью. То есть она откуда-то почерпнута, кто-то ему сказал, что так нужно, или он вдруг почему-то сам решил, что этого хочет. На самом деле, вот важный момент является, что как понять собственные цели. Потому что что такое цель? Это желание чего-то достигнуть. То есть мы видим конечный результат, но мы зачастую забываем о пути, который стоит преодолеть для достижения этого результата. А этот путь бывает не всегда очень приятен. Он бывает, скажем так, испечнен всякими преградами, которые стоит переживать, проходить. Поэтому бывает, не доходя до цели, человек просто бросает эту цель, он чувствует, что это больше не нужно, или я не хочу больше справляться с этими преградами. И только лишь, ну скажем так, довольно сильные личности бывают, достигают определенных целей, ставят еще более высокие цели, и так и проживают в достижении целей. Но самый важный момент – это понять себя. То есть окунуться вот в внутреннее состояние и понять, что же является мной, каковы мои цели. Когда находишься в медитации или прорабатываешь себя с помощью процессинга, понимаешь, что ты в итоге пустота в основе своей. И все вот эти цели – это то, что принадлежит персонажу, то есть персоне, тому, кем ты считаешь себя. То есть я считаю себя Александром, считаю себя аудитором, считаю себя человеком, который помогает другим людям. Но это не я, это тот, кто играет в игру, тот, кто виден вам. Вот он имеет это тело, вы видите сейчас мое лицо. Но у этой персоны есть цель, то есть он хочет достигать чего-то, хочет каким-то образом преуспевать в жизни, то есть получать новые ощущения, достигать новых рубежей, то есть чтобы было, например, много людей к единомышленникам, которые хотят тоже улучшать свое качество жизни, то есть обращаются за процессингом, которые движутся по пути духовного роста. То есть хочется видеть таких людей вокруг себя. Это все цели данной персоны. И они достижимы. В первую очередь они достижимы тогда, когда мы убираем преграды. То есть преграды, они находятся все в нашем сознании, в нашем уме. То, что мы видим вокруг, как физические преграды, это как раз и есть те проекции ума, которые мы наблюдаем. Если мы убираем преграды в уме, то есть нам ничего не мешает, то мы легко достигаем любой цели. Вы можете провести практику или эксперимент. Просто сначала задайте себе цель и попробуйте достигать ее в таком, ну, несколько напряженном состоянии. То есть когда вы не прочистили свой ум, когда у вас есть вот такое внутреннее бурление. И попробуйте, как у вас будут идти процессы. И запишите это. А потом побытьте в медитации или сделайте сессию процессинга. То есть очистите свое сознание. Потом найдите какую-то цель, которую вам хочется достичь вот в этом сознании. И попробуйте ее достичь. И вы наверняка увидите, что этот процесс идет гораздо легче. И часто цель просто сама приходит к вам. Вам даже зачастую ничего не нужно делать для этого. Вот такая вот жизнь бывает. То есть и я сторонник жизни, когда мы очищаем свое сознание и все, что нам необходимо, приходит к нам само. То есть это не значит, что мы ничего не делаем. Да, мы делаем что-то ежедневно, но мы это делаем не в спешке, не в таком ажиотаже или каком-то яростном стремлении чего-то достичь, как сейчас делают многие люди. Нет, мы делаем это спокойно, легко, осознанно. И вот тогда нам нет необходимости бросать что-то недоделанным, потому что мы уже разочаровались в этой цели. Нет, мы двигаемся легко и постепенно. И мы достигаем действительно тех целей, которые наши цели. То есть мы сначала очищаем сознание, понимаем, кто мы, каковы наши действительные цели, настоящие. И только тогда двигаемся к их достижению. То есть двигаемся, я имею в виду, в первую очередь в сознании. И то есть когда наше сознание соприкасается с этим, то есть оно уже в нашем сознании цель осуществилась, вот тогда она и осуществляется в физической вселенной, которая по сути отображается в нашем сознании, является его отражением. Попробуйте этот эксперимент, эту практику и опишите ее в комментариях к этому видео или можете выслать мне в личные сообщения. Главное, сделайте ее, потому что только на практике мы помогаем, мы понимаем, как это работает. И практике в жизни, то есть это наша практика, мы можем получать очень много ценных и важных осознаний. Поэтому, друзья, я буду рад, если вы поставите отметку «Нравится этому видео», подпишитесь на мой канал и колокольчик для напоминаний, чтобы знать, что новые видео появились на моем канале, а они выходят ежедневно. Я вам желаю счастья, осознанности и мы увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи!